Но следующий сюжет подготовлен не на правах рекламы, а в качестве поддержки наших земляков, которые занимаются благородным и полезным делом – переработкой молока. Агрофирма «Приволье» – это предприятие, хорошо знакомое всем жителям Славянского района. Не первый раз они приглашают нас посмотреть на свое производство. Но на этот раз они удивили нашу съемочную группу новинками, которые, по словам руководства предприятия, поразили даже настоящих гурманов и знатоков сыра – итальянцев. Это пробу на анализ, сейчас будем все проверять. Жир, плотность, кислотность. Только после этого она пойдет, чтобы с нами переработать? Нет, ну сейчас да, сейчас сразу приемный танк пойдет. А потом, когда уже принимаем приемного танка, уже включаем установки и начинает работать. Утренняя дойка на фермах агрофирмы «Приволье» заканчивается к 9 часам утра. Сразу с фермы молоковозы до краев, наполненные парным молоком, отправляются на завод. Чтобы уже через несколько часов разлететься по торговым точкам края. Но не все молоко так быстро покидает завод. Десятки тонн получают здесь прописку на несколько месяцев, превращаясь в совершенно другие молочные продукты. Молочный цех производит 10 наименований продукции, среди которых всеми любимые кисломолочные напитки – творог, масло. Меньше года назад цех начал производить новый для себя продукт – йогурт. До 5000 банок этого лакомства в день забирают для своих столов в санатории самых крупных курортов Кубани. Сложнее всего в производстве йогуртов предугадать, какой вкус будет популярен в сезоне, говорит начальник цеха Виталий Куц. Если в прошлом году все хотели злаки, то в нынешнем на пике популярности персик. Но настоящее волшебство перехода молока из жидкого агрегатного состояния в твердое происходит в соседнем цехе – сыродельном. Российские брынзо и пряные рулеты – это классика сыродельни молочной жемчужины. Но профессионалы на то и профессионалы, чтобы постоянно расти и пробовать создавать что-то новое. В конце 2017 года в линейке сыров приволья появился сыр «Маздам» по оригинальным итальянским рецептам. Нормально уже идут. Территория где продаете? Здесь в Танцк? Пока в районы Новороссийска. Народ еще пока реклама, реклама, реклама. Но и боятся, что-то что-нибудь. Такой красавец созревает в холодильных камерах от 90 до 120 дней, что и является одной из причин его высокой стоимости. А как следствие, кубанские розничные сети не верят в рентабельность «Маздама» от жемчужины. Потому купить его можно только в ферменных торговых точках производителей. Здесь же можно приобрести и отечественную моцареллу. А вот таких мешочков сыра с коморца на наших прилавках не найдешь. Да, самое то, что губерсорошее деление, да. Поэтому делается все лучше. Напоминает какой-то уже, кто как-то, подержай, называйся как-то. Ну, оригинальный вкус, потому что вот это корочка, как-то, да, а внутри, где-то, говорим, у нас в ручке. Его изготовление стопроцентный ручной труд. Вес каждого мешочка от 230 до 250 грамм. И стоимость в пределах 150 рублей. Поэтому покупают его в большей степени московские рестораны. Ждать до следующего года мы не станем и приоткроем завесу тайны. Скажем, что готовящаяся новинка – всеми любимая летняя сладость на основе молока. Не возникает сомнения, что она будет так же хороша, как и все продукты фирмы. Ведь хорошо то, что делается из натуральных продуктов. А это основной принцип работы молочной жемчужины. Мария Климова, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа События.